Здравствуйте, это Крым Сегодня, с вами Александр Янковский. Для того, чтобы разобраться в сегодня, нужно обязательно помнить о том, что было вчера. Вот с этим мы сегодня и будем разбираться. В нашей студии Сергей Громенко, кандидат исторических наук и сотрудник Украинского института национальной памяти. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. Значит, сегодня мы с вами поговорим про мифы, про российские в основном мифы. Ну, немного, если успеем, про украинские, крымско-татарские мифы, которые касаются истории полуострова Крым. На ваш взгляд, ну, прежде чем мы этим займемся, скажите мне, пожалуйста, что можно подразумевать под мифом? Что вы подразумеваете под мифом? В самом общем и главном приближении миф – это упрощенное объяснение реальности. И поэтому нельзя говорить, что миф – это однозначно плохо. В конечном итоге, когда-то он помогал справиться со сложностью мира, но сегодня мифы иногда играют против тех, кто их употребляет. Хорошо. Вы недавно представили свою работу по поводу российских и других мифов касательно истории Крыма. На ваш взгляд, вот эта мифология – это действительно мифология или это просто набор разных таких житейских каких-то историй, которые стали, пришли на помощь для того, чтобы объяснить эту вообще непростую ситуацию вокруг Крыма? С точки зрения, собственно, российских мифов, мы можем говорить о существовании целой, ну, правда, целой мифологии. Если еще не культа, то мифологии точно. В этом большом мифе есть главный герой. Главный герой называется «Великий русский народ». Он издавна жил в Крыму, и поэтому Крым – это исконно русская земля, и Крым всегда принадлежал России. Этот главный герой совершал великие подвиги. Вот, например, Севастополь – город русской славы, неприступный для врагов. У этого великого героя обязательно должен быть противник. Противник, который не столько может ему нанести вред в открытом бою, но который готов ударить из-под тяжка. Для великого русского народа, который издавна жил в Крыму, это крымские татары. Крымские татары – это, дескать, те, кто пришел там в Крым с монголами очень поздно. Это те, которые всегда нападали на Русь, матушку, разбойничи ее неволили. Те, кто постоянно дезертировал из армии, сотрудничал с врагами. Ну и, в конце концов, которых совершенно справедливо бы снова выселили. Вот. Вы имеете в виду сейчас вот это все, вот такая достаточно стройная мифология. Безусловно. И в этой мифологии есть великое предательство, передача Крыма Украине в 1954 году. И, наконец, торжественное с фанфарами возвращение в родную гавань, а потом хоть камни с неба. То есть мы видим, что мифологический цикл готовый и полностью замкнутый. На ваш взгляд, когда начала формироваться вот такая мифология? Первый ее элемент – это, безусловно, поражение в Крымской войне в 1855-56 году, когда Севастополь, несмотря на отчаянные усилия, отстоять не удалось. И тогда среди русских интеллигентов возникло мнение, что, дескать, было такое славное поражение, которое не хуже многих побед. Ну и, соответственно, надо как-то вот возвеличивать дух, поднимать. И в 1941-1942 его снова не удалось удержать. Этот миф о Севастопольской страде, кстати говоря, он очень хорошо подошел и к этой обороне, и вот так вот было основано про величие и про героизм русского народа. А после того, как сначала выселили крымских татар в 1944-м, а потом через 10 лет передали Крым Украине, стали доконструироваться остальные части этого мифа, и абсолютную логичность и завершенность он обрел уже после 1991-го года в составе независимой Украины. Кто конструктор этого мифа? Хороший вопрос. Знал бы я этого подлеца. Но на самом деле огромное число людей, желая и не желая даже этого, приложили свою руку к созданию. Впервые про город русской славы после 1855-1856-го годов заговорили русские публицисты вообще даже либерального направления. А последнюю точку поставил, конечно, Владимир Путин, великий корифей всех наук и друг историков. Будем надеяться, что эта точка не последняя. Ну, в этом мифе точку, не в истории Крыма. Хорошо. Значит, давайте теперь попытаемся объяснить нашим телезрителям, что в этих мифах правда, а я так понимаю, всегда есть какая-то доля, может быть, правды в любом мире. В каждой шутке только доля шутки. А что является придумкой или вот таким просто, ну не знаю, фантазией автора. Итак, первый миф. Вот Крым – это исконно русская земля. Сейчас мы посмотрим население автономной республики Крым. Это график. Это, значит, это... 2001 год. 2001 год. Это перепись, да, население... Последняя украинская перепись населения. По российской переписи русских еще больше, украинцев еще меньше, остальное практически не изменение. И крымских татар, по-моему, меньше, да? Там они сделали разделение на татар и крымских татар. Но если сложить их все вместе, получается даже чуть-чуть больше. Но это как раз вполне логично и объяснимо, а с украинцами там имеет место манипуляция. Но, как мы видим из этой схемы, ну для человека, который вообще не разбирается в истории Крыма, нет никаких сомнений. Ну, конечно, русские здесь большинство, значит, Крым... Вот почти 60%. Да. Но если мы посмотрим в исторической динамике на первый год пребывания Крыма в составе России, 1783, мы увидим удивительную вещь, а именно, что в Крыму число россиян не превышало и 5%. То есть, на самом деле, когда русские стали большинством населения Крыма? В очень узкий период между переписью 1897 и подсчетами 1917 года, то есть в самом-самом начале 20 века. Крымские татары не столько меньше рожали, сколько больше уезжали в Турцию. Российская империя выдавливала иноверцев с этой довольно важной окраины. А россияне, русские, в первую очередь, конечно, не столько рождались, сколько пребывали из центральных губерний. Поэтому механическое движение населения в конечном итоге возобладало, и после Первой мировой войны русские оказались в большинстве, это большинство уже потом не теряли. Хорошо. Но говорят о том, что, и когда говорят о том, что это исконно русская земля, апеллируют не только к нынешнему, не только к нынешнему, не столько даже к нынешнему национальному составу Крыма, сколько, например, к этой знаменитой легенде о том, что князь киевский князь Владимир захватил Херсонес, там крестился, оттуда пошла вот, ну, земля русская. Очень хорошо. Но, кстати говоря, когда имеют в виду эту легенду, говорят о князе Владимире, а вот о том, что он был киевский, стыдливо умалчивают. На самом же деле киевский князь Владимир явился под Херсонес, уже будучи крещеным. Произошло это в Василькове под Киевом. И явился он вовсе не для того, чтобы принять свет истинной веры, а для того, чтобы порешать вопросы с византийским императором, который ему обещал принцессу Анну и, в общем-то, задолжал. И не захотел возвращать. Ну, тогда Владимир забрал себе город Херсонес, Херсон византийский, и очень выгодно обменял. Херсон вернулся к византийскому императору, а принцесса Анна поехала в Киев и стала женой князя. Почему, если Севастополь, которого тогда не было, но был Херсонес, если это исконно русская земля, почему же тогда киевский князь Владимир там не остался? Ну, не знаю, как Святослав, например, не захотел перенести свою столицу туда. Ну, очевидно, что... Ну, Святослав, конечно, хотел перенести в другое место, но тем не менее. Ну, вот в том-то вся и фишка, что абсолютно все показывает, что Владимир относился к этому городу как к чужой захваченной территории. Он не пожалел жителей, он его разграбил, и вывезенное добро оказалось в Киеве, ну, и потом частично, конечно, переехало в Москву. Поэтому для него взять город и вернуть город был абсолютно военным и политическим решением. Он не рассматривал Херсонес, ну, Корсунь, русских летописей, как сакральное место, как святой источник для Руси. Ни в коем случае. Было ли славянское население, если мы немного дальше в истории пойдем, ближе к нашим временам, было ли славянское население в крымских городах? Надо заметить, что в крупных торговых городах, например, в Судаке, имел место, так называемый, русский квартал, где останавливались купцы. Но сколько бы тех купцов не было, на самом деле они не влияли на этнический состав населения вообще никак. Ну и плюс, вопреки распространенному, даже, к сожалению, в школьных учебниках мифу, восточный Крым не входил в состав Тьму Тараканского княжества, русского. И, соответственно, русских жителей, славян, там тоже не было. Это очень интересный момент. Вот во многих летописях пишется, ну, в повести временных лет, да, тоже во многих, я говорю, но тем не менее, во многих списках, да, есть упоминания про Тьму Тараканское княжество. Как правило, особенно тот князь, который оказывался побежденным в какой-то междоусобице, как правило, он через какое-то время оказывался в Тьму Тараканском княжестве и там собирал силы. Где это вообще находилось? Столица Тьму Таракани – это древняя Фанагория, ныне на Таманском полуострове в России. На самом деле, это все очень легко объясняется, потому что Тьму Тараканское княжество было единственным княжеством, полноценным княжеством на Руси, которое не имело общей границы с остальной Руси. Оно было отделено от ближайшей, вот там, от ближайшей Переяславской земли с широкими дикими полями, где кочевали пченегиптом половцы. Это было удобно. Тебя разбили на Большой Руси, и ты бежал в Маленькую. Но Керчь, которая находилась на другой стороне Керченского пролива, это было типично византийским городом, в котором сидела византийская администрация, никаких русских и славян, и славян в широком смысле там не было. Хорошо. Значит, миф номер два. Это очень важный миф. 18 марта 2014 года, выступая на Красной площади на митинге-концерте в поддержку принятия новых субъектов. В состав Российской Федерации президент России Владимир Путин сравнил Крым и Севастополь с кораблями, которые после долгого плавания вернулись в порт постоянной приписки в Россию. Посмотрим на это эпическое видео. После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. К родным берегам в порт постоянной приписки в Россию. Итак, порт постоянной приписки в Россию, но вот этот такой полуостров, Владимир Владимирович, он полагает, что Крым всегда принадлежал России. А как на самом деле? Сколько лет вообще принадлежал России Крымский полуостров? Ну, если брать только по крайним точкам формальной принадлежности, то в состав России полуостров вошел в 1783 году, а вышел в 1954, то есть 171 год номинального правления, ну и минус, минус там несколько лет на немецкую оккупацию во время Гражданской войны, во время Второй мировой. То есть, по факту, еще даже меньше. И если мы будем считать всю историю письменную полуострова там от 9 до 21 века за 3000 лет, то окажется, что российский период это всего 5,5%. Почему тогда вот этим 5,5% в Российской Федерации нынешней уделяется так много времени и на основании этих 5,5% делается вывод, что Крым всегда принадлежал России? Ну, во-первых, потому что эти 5,5% ближе всего к нам, и следующий после них период украинского Крыма все-таки поменьше, там 60 лет, включая и советские времена. А во-вторых, потому что подавляющее большинство населения, которое сейчас руководит процессами, скажем так, оно появилось на свет как раз в этот 5,5% период. Большинство, ну, даже сам Владимир Путин родился еще до передачи Крыма в состав Украины. И поэтому для них характерно вот это вот крымско-русское мышление. Слишком мало людей родилось и выросло в России в тот период, когда Крым принадлежал Украине. Понятно. Хорошо. Значит, тут следующий момент. Значит, в какое-то время, видите, часть Крыма принадлежала непосредственно Турции, Османской империи. Такое тоже было. Немады, правда. А вот что именно, где именно была прямая такая вот турецкая администрация? Прямая турецкая администрация находилась в городе Кафа, нынешняя Феодосия, и тамошний правитель распространял свое влияние, во-первых, на южный берег Крыма, на Керчь и на ту часть гор, на которых когда-то располагалось княжество Феодору. То есть, юго-западная Таврика обитаемая. То есть, приблизительно вот эта карта, она соответствует? Да. Более или менее, насколько это вообще возможно, потому что в раннее новое время к границам относились менее щепетильно, Столбиков не ставили. Столбиков не ставили. Но в принципе мы можем видеть, что турки контролировали ту часть Крыма, которую они захватили прямо в 1475 году у генуэзцев и у феодоритов. А крымское ханство располагалось на своих исконно-кочевых землях. Хорошо. Знаете, достаточно много времени нас пугали еще одним, вот не знаю, мифом, не мифом, но во всяком случае, даже спецслужбы Украины, знаете, там готовились еще не так давно к турецкой оккупации Крымского полуострова. Я имею в виду, там не последние два года, но было такое. А насколько, как бы, вот этот, не знаю, миф или не миф соответствует действительности о том, что Турция вынашивала и вынашивает коварные планы по поводу захвата Крыма. Захвата Крыма. Ну, это надо, конечно, спросить у какого-нибудь из турецких историков или политологов, но как житель Крыма могу сказать, что за последние там 20 лет, что я хоть к какой-то степени следил за новостями, ни разу сведения о том, что в Крымских горах нашли тайники с турецким оружием и что турецкие эмиссары подговаривают крымских татар в мечетях восстать против Украины не подтвердились. Но, тем не менее, ведь вы не будете отрицать того факта, что турецкие мандарины и апельсины присутствовали на крымских рынках, а сейчас их там нет. Наколотые апельсины? Хорошо. Значит, идем в следующий миф. Значит, Севастополь город русской славы. Собственно говоря, в чем здесь миф, а в чем не миф? Значит, дата основания Севастополя считается 3 июня 1783 года. В этот день под руководством контр-адмирала Фоми Фомича Микензи, такая типичная русская фамилия, были заложены первые четыре каменные постройки Севастополя. Кем он вообще был по происхождению этот Фома Фомич? Ну, трудно сказать однозначно, но судя по всему он был греком, потому что греки в этот период очень активно помогали Российской империи, потому что Российская империя была врагом Турции, а Турция в те времена оккупировала, да, давным-давно уже оккупировала Грецию, и поэтому греки, которые не могли ввести нормальную войну против Турции на турецкой территории, они переезжали в новоприсоединенный к России Крым, и там образовали под балаклавой отдельный батальон, водили флоты и флотилии российские, ну, в общем, ввели нормальную, нормальную, активную политическую жизнь. И, ну, в конечном итоге, если уж мы говорим о мифе, ну, вот здесь мы видим вторую, вторая большая оборона Севастополя 41-42-го, миф родился, конечно, после первой большой обороны 55-56-го годов 19-го века, и в полной версии, которая потом когда-нибудь попадет в список, ну, скажем так, в официальный текст гимна «Неприступный Севастополь город, гордость русских моряков». На самом деле, Севастополь за 19-20 века осаждали пять раз, две большие обороны и три поменьше, и ни одна из этих оборон не увенчалась успехом. Всякий раз наступающие брали город штурмом. Поэтому уж настолько он был неприступен для врагов, это все-таки... Смотрите, но тут же вот что интересно, да, там, предположим, поляки знают, что про героическую оборону Вестерплаты, поляки знают про героическую дважды оборону Брестской крепости вначале от немецких войск, потом от советских войск, но они при этом, они не делают из этого, знаете, там, Вестерплаты неприступны для врагов. Но здесь для чего? То есть, ну, есть героизм солдат, да, есть там самоотверженность, но есть же и куча крайне неприятных там моментов. Особенно, что касается второй обороны, когда на подводных лодках вывозили партийные архивы, но не вывозили людей. И фактически после эвакуации командования почти на неделю солдаты были предоставлены сами себе. Нельзя утверждать, что не надо было эвакуировать командующих, но вывоз архивов вместо людей представляется довольно гнусным, ну, в общем-то, как обычно советская власть к своим солдатам и относилась. Поэтому для того, чтобы замаскировать вот это вот все неприятное, миф о героизме, о фантастическом героизме, он поддерживается на должном уровне, хотя вот последний фильм про снайпера Людмилу Павличенко очень хорошо показывает. Там на самом деле битва за Севастополь подана практически так, как ее надо было подать, со всеми этими неприятными моментами, отдельными мерзостями. Ну и если уж совсем говорить о том, является ли он гордостью только русских моряков, мы должны сказать, что в принципе во время и первой большой, и второй большой обороны Севастополя на каждого солдата русского приходился один солдат нерусский. Это мог быть украинец или выходец из украинских земель и Кубани, как правило, это могли быть представители других национальностей, которые проживали там недалеко, в частности, евреи. Хорошо, идем дальше. Миф следующий. Крымчан, он так звучит, передали, как мешок картошки. Это не мои слова. Указом Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик от 19 февраля 1954 года Крымская область из состава РСФСР была передана в состав Украинской Советской Социалистической Республики. Но вот, значит, вот передали его так, да, и у господина Путина, да, у него есть все-таки своя версия этих событий. Пожалуйста, видео. Конечно же, и тогда возникали вопросы, с чего это вдруг Крым оказался в составе Украины. Но, по большому счету, нужно прямо об этом сказать, мы все это понимаем. По большому счету, это решение воспринималось как некая формальность. Ведь территории передавались в рамках одной большой страны. Тогда просто невозможно было представить, что Украина и Россия могут быть не вместе. И когда Крым вдруг оказался уже в другом государстве, вот тогда уже Россия почувствовала, что ее даже не просто обокрали, а ограбили. Сегодня, спустя уже много лет, я слышал, как крымчане совсем недавно говорят, что тогда, в 91-м году, их передали из рук в руки просто как мешок картошки. Трудно с этим не согласиться. Кстати, 1 декабря 1991 года состоялся всеукраинский референдум. На референдум был вынесен один вопрос, подтверждаете ли в акт про возглашение независимости Украины. В итоге 90% украинцев поддержали акт про возглашение независимости Украины и даже в Крыму 54%, в Севастополе и того больше 57%. Так что я не знаю, кто Владимир Владимирович уговорил про мешок картошки. Очевидно, что тут имеет место какое-то недопонимание относительно того, откуда взялся 1991 год, потому что цепь рассуждений его очень понятна. Вот в 54-м передали, относились к этому как к формальности, здесь он абсолютно прав. Действительно, территории в Советском Союзе передавали между союзными республиками часто, охотно, особенно в первой половине существования Союза. А вот уже после смерти, ну, после смерти Сталина и первых сталинских лет уже после Хрущева практически границы не двигались. И в этом смысле действительно, действительно, как бы трудно было ожидать, что там сразу, что Крым мгновенно украинизируется в составе Украинской ССР. Но в конечном итоге из этой карты мы видим, что крымчане в большей своей массе согласились с тем, что они хотят жить в независимой Украине. Поэтому никакого мешка картошки не было. Что касается там юридических формальностей, то действительно имел место многолетний спор в начале 90-х между украинскими и российскими юристами относительно правомочности всех этих договоров. Но в конечном итоге еще в 1978 году, когда Россия и Украина, тогда еще советские, синхронно приняли свои республиканские конституции, в составе России Крыма не было, а городами республиканского подчинения были Москва и Ленинград, а в Конституцию СССР был Крым и город республиканского подчинения Севастополь. Так что все формальности были закрыты еще в советское время. И поэтому в 1997 году наконец между Украиной и Россией был подписан большой договор о границе и дружбе, в который обе стороны отказались от территориальных претензий. И до самого Крым-наша проблема принадлежности Крыма на высшем уровне никогда не поднималась. Хорошо. Помимо российских мифов о Крыме, на самом деле есть и несколько украинских мифов о Крыме. Первый из них звучит приблизительно так. О, значит, великие строки коммунизма. Очень хорошая. Оставьте это изображение. Каховская ГЭС. Ну вот говорит о том, что Крым фактически передали из состава Российской Федерации в состав Украинской Советской Социалистической Республики просто потому, что россияне ничего с этим не могли делать. И как рассказывал, как делился своими впечатлениями первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук, когда он приезжал туда в начале 50-х годов, якобы там ходили вот эти переселенцы из России, потому что не было там людей населяли переселенцами из России опухшие, потому что их покусали москиты. Как было на самом деле? Не знаю насчет москитов и чем там украинцы особенно отличаются от россиян, что их москиты не кусали, но действительно есть такое мнение, которое очень приятно украинским патриотам, что, дескать, Крым настолько был тяжек для России, что спихнули его на Украину. Украинские мозолистые руки и Украина из своего кармана оплатила восстановление. На самом деле вот великие стройки коммунизма, среди которых Северокрымский канал, были утверждены, ну, по крайней мере, Северокрымский канал, был утвержден еще проект в 50-м году. Это марка 51-го года. Еще при жизни Сталина было ясно, что такой канал построят. И никакой даже мысли о передаче Крыма из состава России в состав Украины не было при жизни Сталина. Так что уже тогда собирались помогать всем миром. Ну и, конечно, имеются и более серьезные подтверждения. В частности, в 1950-м году, о котором мы говорили, общесоюзные субвенции в бюджет Украинской ССР составляли 0,6%. То есть, чистая формальность, ну, такая вот дань, что ли, дань, что ли, уважения. Подождите, из украинского бюджета украинский 0,6% от украинского бюджета. То есть, украинский бюджет практически этого не замечал. Без дотационных был бюджет фактически украинской ССР. фактически, фактически, без дотации. Ну, что там, ну, что такое 0,6%? Ну, понятно. Так, на имиджевые расходы. А вот в 1955-м году, на следующий финансовый год после передачи Крыма, эти субвенции выросли в 22 раза, до 13,4%. И больше никогда не падали. До самого распада Советского Союза они колебались вот в таком 15-процентном коридоре. Вот это и был тот взнос, который общий советский союзный бюджет сделал Украине в поддержку ей Крыма. Хорошо. Скажите, пожалуйста, но если вот после 1954-го года структура переселенцев, она меняется, если там, допустим, с 1944-го по 1954-й год, в основном кого переселяют в Крым? Из России или из Украины? На самом деле имело место, имели место оба процесса. Переселяли из Украины, из России в Крым и точно так же из Крыма народ оттекал, потому что тут было довольно специфическое земледелие и немногие могли с ним справиться. А вот после передачи Крыма в состав Украины началось искусственное стимулирование переселения собственно украинцев. Ну, опять же, украинцы всегда жили на Крымском полуострове в новейшее время и в 30-е годы существовал в Красноперекопске даже украинский национальный район. После этого они просто стали осваивать обезлюдившие после депортации крымских татар степи. И, конечно, процент украинцев серьезно вырос в Украинской Советской Социалистической Республике в ее времена. Но я бы не сказал, что это было как-то, в общем, особенно фундаментально и что там кроме украинцев никто не переселялся, а русские все бежали, потому что их покусали москиты. Хорошо. Значит, и, пожалуй, в завершение разговора я попрошу верните мне, пожалуйста, карту вот этого средневековую карту Черноморского побережья, практически всего Черного моря. Значит, есть еще один такой, достаточно распространенный в Украине миф, что в крымско-татарском ханстве или в крымском ханстве было, жило около, ну, чуть меньше миллиона украинцев. Откуда появился этот миф и миф ли это? Может быть, действительно историческая правда? Да ну что вы в самом-то деле. Был такой турецкий путешественник и писатель Эвлия Челеби. Он был очень плодовит, его описание Стамбула занимает 20 томов. И вот в 1666 году он посетил Крымский полуостров, оставил чудное на самом деле описание, но в одном месте, как и все османские писатели, любившие цветастое сравнение и преувеличение, отметил, что по его мнению на полуострове живет 4 раза по 100 тысяч казаков, 4 раза по 100 тысяч казацких жен и еще сверху там 120 тысяч казацких детей, то есть немногим меньше миллиона человек, ну, не считая нескольких сотен тысяч крымских татар. И поэтому, дескать, крымские тары ходят очень неоху... ну, в набеги ходят маленькими числами, чтобы приглядывать за теми, кто остался. На самом же деле серьезные подсчеты экономических, экономической возможности Крымского полуострова показывают, что на территории Крыма до начала регулярного земледелия больше чем 500 тысяч человек никогда не жило, потому что прокормиться им было вообще невозможно. Да, Сергей, но мы если посмотрим на эту карту, мы увидим, что Крым это всего лишь маленькая часть от крымского ханства. А самая заселенная, та часть, которая находилась непосредственно за Перекопом или Керченским проливом, была населена кочевыми племенами нагайцев и десантских, и буджакских татар, и черкесов, среди которых и крымских татар-то не было, не говоря уже про украинцев. То есть не очень небольшое число украинцев, конечно, из числа тех, кто попадал как невольники в Крым оставались, но они растворялись в массе турецкого и татарского населения мгновенно. У нас есть очень важное свидетельство на этот счет. В 1778 году Суворов по приказанию Екатерины II вывел всех христиан из Крыма. У нас есть точные данные этого выведения. 33 тысячи человек. Подавляющее большинство это греки, небольшая часть армяне, грузины и доли процентов других народов. Никаких украинцев и русских в этом списке нет. То есть к этому моменту все, кто были, все растворились. Взяться миллиону славян там было просто неоткуда. Спасибо. Сергей Громенко, кандидат исторических наук, сотрудник Украинского института национальной памяти, был гостем нашей студии. Дорогие друзья, я понимаю, что жить без мифов многим из нас действительно сложно, но настоящая реальная жизнь она не состоит из мифов, она гораздо сложнее. Вы смотрели программу Крым сегодня. Оставайтесь с нами на канале Черноморской телерадиокомпании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова